Сотрудники одной из компаний подарили фронтовику холодильник. Обновку тут же наполнили продуктами к праздничному столу. Разумеется, мы руководствовались тем, чтобы обеспечить более комфортную жизнь для пожилого человека. Мы изначально посмотрели условия и как живет наша ветерана. И мы поняли о том, что у человека старый холодильник. Сам ветеран был рад такому вниманию, но признался, что самый дорогой подарок ко дню рождения получил 70 лет назад, когда пришла весть об окончании войны и победе. 9 мая 1945-го Алексей Николаев лежал в госпитале с ранением в ногу. Я всаскачу с кровати, не пойму, кругом стрельба, думаю, немцы, а я же без оружия. Выскакаю, значит, в белье, голый, значит, в чем дело же знать. Где-то нужно что-то взять, стрелять, кричать и кричать. Война окончилась, война окончилась, плачут, обнимаются. На фронт Алексей Николаев ушел в мае 1942-го. Сначала воевал на Воронежском фронте, а с 1943-го на Первом Украинском. Участвовал в освобождении Чернигова, Тернополя, Львова. Воевал в Польше и Чехословакии. Среди его наград ордена Александра Невского, Отечественные войны, Красной звезды и 15 боевых медалей. В этом году Алексей Николаев стал одним из героев книги о ветеранах Великой Отечественной «Мы помним, мы гордимся». Сегодня эта книга будет напоминать о нашей истории. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.